Артур спрашивает, как относиться к сплетням. Вообще, из моего личного опыта я пришел к такому выводу, что подавляющее большинство сплетен – это ложь и выдумки, которые источаются от людей, которые желают злословить и причинить вред другим людям. Злословие и сплетни стоят в противоречии с учением Христа любви, сострадания и милосердии. Когда мы принимаем и распространяем сплетни, мы становимся соучастниками в разносе клеветы и неправды. Это не только разрушает доверие и создает расколы в обществе, но и причиняет боли и страдания тем, о ком сплетни распускаются. Библия ясно учит нас быть осторожными в наших словах и не слушать или распространять сплетни. Вот, к примеру, в притчах говорится, кто ходит, перешептываясь, а тот открывает тайну, и кто широко раскрывает свои губы, с тем не общайся. Также апостол Павел напоминает нам, что всякое слово лукавое, то есть гнилое слово, да не исходит из ваших уст, но только то, что добро к назиданию, чтобы давать благодать слушающим. Поэтому я призываю вас, друзья, не слушайте и не верьте сплетням, будьте осмотрительными в выборе информации и уважайте право каждого человека на честное представление о себе.